Свердловская область в режиме повышенной готовности. Указ о введении ограничительных мер в регионе из-за ситуации с коронавирусом сегодня подписал губернатор Евгений Куевышев. Мы делаем все, чтобы свести риски к минимуму. До 12 апреля в Свердловской области ограничено проведение мероприятий численностью более 50 человек. Мы вместе должны приложить все усилия к тому, чтобы ситуация на Среднем Урале оставалась стабильной. Также по указу губернатора, уральцы, прибывшие из-за границы, должны сообщить о возвращении властям и находиться на домашнем карантине в течение двух недель. В это время работодатель должен будет предоставить им возможность работать удаленно. На предприятиях и в организациях всем работникам каждый день должны измерять температуру тела. В общественном транспорте, жилых домах, торговых центрах и других местах массового скопления людей начнут производить дополнительную дезинфекцию. Губернатор обязал всех, у кого проявятся симптомы, незамедлительно обращаться в больницу. Особое внимание медики будут уделять пожилым людям. И в продолжение темы. Глава Первоуральска Игорь Кобец провел экстренное совещание по ситуации с коронавирусом. Руководитель муниципалитета распорядился отменить все мероприятия, в которых участвует более 50 человек. Также приостановить работу городских кружков и секций, а их воспитанников по возможности перевести на домашнее обучение. В школах решено продлить каникулы до 29 марта, а вот родители дошколят, сами будут решать водителя ребенка в детсад. В крупных организациях должны измерять температуру сотрудникам. Этот пункт тоже есть в распоряжении властей. Еще постановление предусматривает дезинфекцию общественного транспорта и помещения, где бывает много людей. К примеру, управляющим компаниям поручено обрабатывать подъезды. На сегодня по первоуральскому случаю не зафиксировано. Я считаю, что панике поддаваться не надо. Самое простое, что сделать, это надо исполнять обычные простейшие правила гигиены и дезинфекции. Спасибо. 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 Спасибо.